Сергей, вы считаете, что это эффективно? Вы же сами говорите, управляют нежити, нежити. Да. Они пишут законы. Зачем это самое? Они выходят уже за коны, за наши коны. Да, да. Так отчет это и считают эффективным. Я вам напоминаю пословицу в русском языке. С волками жить, поволчьи выть. Вот если только вы будете ждать, пока придут наши поконы и заветы, не только рак на горе свистнет. Нас поставили условия, при которых нас вывели из кона. Да, мы живем, мы законники, мы живем за оконом, мы преступники. Мы преступники. Я же вам уже объяснил все вещи. Почему мы преступники? Да потому что кто-то, видите, или эксперт написал, что пословица русского языка экстремиста. Что это такое? Титульная нация 80% экстремистов. Это у человека мозги есть или нет? Либо он страх совсем потерял и не понимает, что происходит. Либо он чувствует за своей спиной такую поддержку, что может себе позволить формализовать эти мысли на бумаге. Мало того, сделать экспертное заключение. А какой же там следователь, который не имел права задавать их вопросов и нарушает постановление Верховного Суда Российской Федерации? Ведь задал эти вопросы, еще суда нет, а оно уже экстремистское, оно уже призывает. Ничего же еще не было. Задача-то эксперта в чем? Дать экспертное заключение. Ну, заключение специалиста. Поэтому я еще раз говорю, давайте так, эмоции вещь хорошая при оправлении естественных надобностей. А в данном случае надо начинать головой думать. Нельзя уходить, вот они нас провоцируют, ну поймите правильно. Здесь надо вести себя теми же методами, адекватными. А когда ждать, пока там будет папоконом, да никогда не будет, я вам хочу сказать, если мы ничего не будем делать.